Здравствуйте! В эфире «Парламентский вестник» – программа о деятельности депутата Волгоградской областной думы. Как всегда, предлагаем вашему вниманию обзор событий за минувшую неделю. В минувший четверг на заседании регионального парламента депутаты обсудили целый ряд вопросов социального характера, в том числе и предлагаемые областным управлением соцзащиты изменения в порядок оказания поддержки многодетных семей. Основная идея – расширить на местном уровне категорию получателей дополнительного единовременного денежного пособия при рождении ребенка. А именно, учитывать в законе, кроме первенцев, и детей, родившихся вторыми или третьими. Но с условием, что на первых пособия будет выплачиваться только малоимущим гражданам. Федеральные деньги на первого ребенка получают все, независимо от статуса малоимущих мест. На второго и третьего никто не получал. Не было у нас этого. Мы сейчас предлагаем из областного бюджета по первой категории давать дополнительно еще малоимущим, а второй и третий ребенок давать всем рожденным на территории Волгоградского обзора. Это наши обязанности. Мы ни у кого ничего не забираем. Мы просто сейчас даже даем больше, потому что второй и третий ребенок будет. А мы идем этим законом к нашей с вами инициативе, материнскому капиталу Волгоградской области. Несмотря в целом на положительное отношение к законопроекту, большинство депутатов все же не согласились с предложением выплачивать пособия при рождении первого ребенка только малоимущим семьям. Я не совсем согласен. Мы, значит, как люди проводим, если превыше прожить, то минимум 4, как не льготник. А там будет разница в копейки буквально. В итоге документ не набрал нужного количества голосов и был отправлен на доработку с целью устранения возникших замечаний. На заседании Думы также были рассмотрены изменения в региональный закон о мерах поддержки отдельных категорий граждан. Они нацелены на устранение бюрократической волокиты, с которой сталкиваются приехавшие в регион ветераны труда. Чтобы пользоваться полагающимися льготами, им приходилось заново собирать бумаги для подтверждения своего звания. Человек уже прошел процедуру. Мы живем в одной стране, Россия. Чего ради человеку заново собирать документ? Устранили этот пробел в законодательстве. И сегодня все приезжающие на постоянное место жительства Волгоград, Волгоградскую область, являющиеся ветеранами труда по федеральному закону, приезжают и автоматически в заявительном порядке становятся получателями федеральных льгот. Поправки в закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан были одобрены депутатами единогласно. Ожидается, что к концу июля данный закон уже вступит в силу. На прошедшем заседании Думы парламентарии приняли в первом чтении поправки в закон об обороте земель сельхозназначения. Изменение предполагает административную ответственность за ненадлежащее использование арендуемых территорий. То есть за халатные отношения к земле фермеры могут быть оштрафованы, а в некоторых случаях при систематических нарушениях даже лишится участка, который будет изъят в судебном порядке. Разумеется, меры направлены на более рачительное использование земельных угодий. Правда, некоторые депутаты высказали опасение, что под действие закона могут попасть туристические базы и другие объекты малого и среднего предпринимательства, расположенные на арендуемых участках в сельских районах. Надо вначале провести масштабную ревизию, согласительную комиссию, потому что что можно перепрофилировать в рамках действующего законодательства, нужно людям дать возможность в дальнейшем осуществлять и продолжать бизнес, а потом уже принимать этот закон. Представители областной администрации обратили внимание, что перечисленные меры соответствуют нормам федерального закона, вступившего в село уже с 1 июля, и заверили, что в случае необходимости предпринимателям будет дано время на переоформление документов. В целях сохранения плодородия земель поправками также определен минимальный срок аренды сельскохозяйственных угодий в зависимости от использования. Например, для выращивания горчицы не менее 4 лет, подсолнечника 8, зерновых, овощных и бахчевых культур не менее 3 лет. Потому что если бахчевые сеют, обычно что делает фермер? Один год, а потом ее бросает, идет на следующие земли, а это остается как неудел. Поэтому минимальный срок был, чтобы 3 года, от 3 лет, а эти 3 года, значит, он должен его обрабатывать, смотреть за ней и, естественно, платить аренду. И еще одно важное изменение. Региональными поправками устанавливается новый минимальный размер арендуемых орошаемых земель, не 2, а 1 гектар, что позволит учитывать интересы малых фермерских хозяйств с небольшими финансовыми возможностями. Стоит отметить, что наряду с положительными отзывами предлагаемые изменения в закон об оборудовании земель сельхозназначения вызвали у парламентариев и некоторые замечания. О плюсах и минусах нового документа с точки зрения думской фракции КПРФ мы попросили рассказать одного из ее представителей, депутата Николая Моисеева. Очевидным плюсом нового законопроекта, по мнению Николая Моисеева, является пункт о принудительном изъятии земельного участка сельскохозяйственного назначения у нерадивых собственников, потому что реальных мер воздействия на них практически не существовало. Были процедуры, в общем-то, вызывали на комиссии, в поселения, в районы, в области, но вот дело до... Очень сложно было забюрократизировано, что там раз в три года он спашет и все. Вот два года все зарастает, соронча развивается, сорняки. Сегодня этот вопрос будет урегулирован. В то же время, по словам депутатов, фракция КПРФ уже сейчас критически относится к двум поправкам, которые, как ожидается, будут обсуждаться при рассмотрении законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного значения во втором чтении. В законе и в старом, и в новом прописано, что, в общем-то, физическое или юридическое лицо имеет право на не более 25% сельскохозяйственных земель в муниципальном районе. Ну, фракция считает это неправильно. Мы и в Госдуме фракция, я думаю, что и здесь, в областной думе, фракция голосовала против. Вот такой, такого пункта, что, понимаете, если в районе 200 тысяч пашней, пусть 100 тысяч пашней, значит, 4 монополиста могут легко забрать всю землю. Значит, фракции не будет, конечно, соглашаться и не соглашается вот с тем, с той статьей, с тем пунктом федералы прописали о продаже земли фонда перераспределения. Мы только за аренду. Здесь, я думаю, что все главы поселений поддержат нас, потому как продажа еще раз отнимет последнее, что есть у поселений. Аренда приносит доход в поселения в десятки раз больше, чем продажа. Одной из главных задач в развитии территории страны должно стать повышение эффективности тех отраслей, которые играют ведущую роль в экономике того или иного региона. Эта идея, озвученная председателем правительства России Владимиром Путином на конференции по развитию Урала в Екатеринбурге, сегодня активно обсуждается волгоградскими промышленниками и политиками, в том числе и депутатами областной думы. На седьмой подсчет конференции, посвященной стратегии развития регионов, премьером российского правительства Владимиром Путиным было отмечено, что проблемы, существующие в округах, мало чем отличаются. А значит, для их решения перед всеми стоят общие задачи, в первую очередь направленные на подъем экономики, в их числе создание инновационных центров, индустриальных кластеров, технологической модернизации предприятий. Перед страной стоят большие задачи. Нам необходима новая индустриализация и создание миллионов современных рабочих мест, технологический прорыв и рост эффективности экономики, опережающее развитие социальной сферы, повышение благосостояния российских граждан, как конечный результат и как главная цель, к которой мы должны стремиться. Разумеется, уделяя внимание повышению эффективности отраслей, которые играют ведущую роль в экономике регионов, по мнению премьер-министра, не менее важно способствовать развитию новых секторов, например, туризма, фармацевтики, наноиндустрии. Кстати, этот момент, как считают участники состоявшегося в пятницу в Волжском заседании Совета директоров, должен быть обязательно отражен в разрабатываемой концепции развития промышленной политики Волгоградской области до 2020 года. Нам нужно подходить очень гибко к каждому предприятию, к каждому особенному проблеме. Особенному. Надо беречь промышленность, то, что есть. Ну и надо, конечно, создавать новое. По этому вопросу у нас тут вообще, ну, если честно, то достаточно тихо и спокойно. Как считает принимавший участие в заседании вице-спикер областной думы Анатолий Бакулин, не должен остаться без внимания ни один перспективный бизнес-план. И здесь, по мнению депутата, большую роль в их реализации может сыграть создание в Волгограде филиала Агентства стратегических инициатив, об учреждении которого было объявлено председателем правительства России во время его визита в наш регион в начале мая. Нам нужны такие проекты и нужны квалифицированные отборы этих проектов, потому что мы на все просто вот распалиться не можем. У нас не хватит никаких финансовых ресурсов для того, чтобы распалиться на все проекты, которые... Нам нужны сегодня высокоэффективные проекты, которые дадут нам и в будущем развитие нашей экономики, не то что нашего региона, но и всей России. Вот это нужно сегодня главное. Нам нужно сегодня встать на рельсы созидания. В областной думе продолжается работа над проектом закона об участии Волгоградской области в государственно-частном партнерстве, который, по мнению его авторов, поможет существенно повысить инвестиционную привлекательность региона. В минувшую среду на заседании Комитета по бюджету депутаты отметили важность документов, в котором будут учтены все условия работы с потенциальными инвесторами, порядок вхождения в наш регион, формы государственной поддержки. Здесь, на территориях, нам принципиально важно, что то, что у нас осталось с вами в руках, и то, что мы с вами проинвентаризировали, то, что мы с вами посмотрели, чем мы располагаем, вспомните залоговую стоимость и так далее, и так далее, чтобы она разумно использовалась. Также Владимир Кабанов отметил, что с принятием законопроекта у депутатов появится возможность обсуждать и оценивать предлагаемые инвестпланы. Ни один из них не будет действовать в регионе без утверждения на Думе. В то же время участие народных избранников в судьбе бизнес-проектов поможет их скорейшему в воплощению на территории области. По мнению председателя профильного комитета Владимира Попова, данный документ позволит увеличить приток инвестиций в экономику региона. Федеральное законодательство, которое есть о государственном частном партнерстве, те проекты глобальные, которые сегодня осуществляются, там, допустим, проект по трассе Москва-Санкт-Петербург и прочее, мы видим, что это привлечение сотен миллиардов рублей, сотен миллиардов рублей. У нас есть проекты, которые, на мой взгляд, можно уже сейчас осуществлять по этому принципу. Это та же самая объездная дорога, которая тянет там, ну, наверное, тоже на 100 миллиардов примерно. Вот. Есть целый ряд еще проектов, которые мы можем уже сейчас предложить инвесторам. И мы знаем, что такие деньги в частном бизнесе имеются сегодня. Вот поэтому, если будет такой принят закон, который подробно пропишет все правила, привлечение, гарантии, участие государства, резервирование там земельных участков и все, то это, конечно же, сделает нашу область более привлекательной для инвестиций. Отметим, что законопроект об участии Волгоградской области в государственном частном партнерстве на прошедшем четверг заседания областной думы был принят в первом чтении. На этом наша программа завершена. Мы благодарим всех за внимание. О новых событиях, связанных с деятельностью депутата Волгоградской областной думы, мы расскажем в следующем выпуске парламентского вестника. Увидимся через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин